Стоим в центре этой площадки, она чуть-чуть проседает и резко опускается вниз. То есть я каким-то образом вот так расперся, все люди упали вниз. С ЧП начался первый за 6 лет отпуск Сергея. Это посадка. Несколько человек на площадке перед салоном, секунда и трап складывается. Сергей говорит чудом и держался наверху. Его супруга в этот момент лежала под лестницей. Упала, можно сказать, пропасть. Ощущение было с 5 метровой высоты. Сверху упали на меня люди. Сильнейшие травмы ушли. Сейчас на обследовании в горбольнице. Полное пренебрежение техникой безопасности. Из-за карантина в палату съемочную группу не пустили. Поэтому пока Дарью обследовали врачи, Сергей рассказал, произошедшее стало неожиданностью для всех. Сотрудники аэропорта были растеряны настолько, что даже организовывать помощь жене Сергею пришлось самому. В итоге нам вручили каталку. Мы самостоятельно дорулили до медпункта. Спрашивали, вы будете продолжать полет. Мы в какой-то момент сомневались. Но потом стало понятно, что лететь физически просто невозможно. Для сравнения, упасть с трапа самолет это примерно то же самое, как если бы я с этой площадки прыгнула вон туда. Только если бы я прыгала, то я бы успела подготовиться, сгруппироваться, чтобы получить меньше травм. А для барнаунцев это было полной неожиданностью. Плюс на кого-то упали сверху. Люди рухнули примерно с пяти метров. Госпитализировали троих. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. У всех пострадавших локальные повреждения костей скелета не опасны для их будущей работоспособности прогноза, не грозящие им инвалидизацией. Еще троих пассажиров осмотрели на месте. Медицинская помощь не потребовалась. Самолет в Москву вылетел на полтора часа позже запланированного. В аэропорту тем временем ведут свое расследование. Причины происшествия называют техническими. Примерно могу сказать, что это разрушение узловых конструкций на этом трапе. Я связываю это с износом некоторых конструктивных частей. По словам директора, трапы осматривают регулярно. Площадку, которая обрушилась, капитально ремонтировали около семи лет назад. Срок эксплуатации трапов с происшествием Виталий Архипенко связывать не стал. Сейчас все трапы этой конструкции пока использовать не будут. Они проходят доп. обследования. Руководитель принес извинения пострадавшим и заверил, что им окажут поддержку в лечении, реабилитации и покроют издержки. Западно-Сибирское следственное управление по транспорту возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Пока все пострадавшие находятся в больнице. Одного из них, возможно, из-за перелома со смещением ждет операция. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости.